всем привет вы на канале печурки на даче сегодня 13 октября воскресенье на даче мы приехали вчера вечером в субботу так как был и отдел который отложить было нельзя поэтому субботу мы практически всю провели в городе вот сегодня решили подольше поспать отдохнуть неделя трудовая была довольно таки тяжелая поэтому вот только я вышел на улицу и воля там уже тоже проснулась сейчас завтрака это я вперед позавтракал и побежал заниматься делами не было такое вроде у нас ясно или как хорошая погода но местами лежит снег который не тает потому что на улице сейчас минус 2 ночи было конечно еще холоднее да и вообще вся неделя довольно таки было прохладное шли дожди и снег я на даче был в понедельник приезжал мыл всю нашу газонокосильную технику триммер газонокосилку потому что ну явно косить мы уже ничего не будем нужно было это все убрать в гараж но перед этим помыть тем более в понедельник относительно неплохая была погода удалось еще помыть машину но потом пошли дожди и машина соответственно опять стала грязная также одной из причин приезда в понедельник это было забрать зимние колеса вот машина уже переработа во вторник я переработал колеса сейчас багажнике лежат летние колеса и также на неделе я купил у знакомого два мешка больших картошки по 40 килограмм один такой мешок сетка обошелся в 1000 рублей ориентировочно 250 рублей за 10 килограмм вот у нас по-разному все продают картошку кто-то и за 400 рублей 10 килограмм продает кто-то за 300 за 350 но так как знакомый удалось взять по 250 сейчас в общем не нужно выгрузить летние колеса картошку распределить ведра потому что ее и буду опускать в погреб а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Всем привет! Мы поехали в соседнюю деревню купить веники березовые. И вот заехали, тут такое место, пятачок перед администрацией сельского совета. И это единственное место, где у нас нормально ловит интернет, в общем, на нашем сотовом операторе. И чтобы была возможность сделать перевод, вот зачем мы сюда приехали. Ну и посмотреть на местный постамент. Не знаю даже, как это назвать. В общем, открыли здесь у мемориала победы. Поставили... Голуби полетели. Поставили танк. Вот, это сделали вчера. И открытие было как раз вчера. Но мы бы с удовольствием съездили, если бы не были заняты. Вот сейчас пойдем прогуляемся. На улице достаточно прохладно, но солнце все равно греет. Показывай свои веники. Вот они какие. Зелененькие. Ну, свежие. В общем, красота. Мы закупились вениками. Правда, это нам ненадолго. Больше веников, в общем, у этого человека нет. Все распродано. Мы в этот раз как-то не запаслись. Вот. Проживали. Да. Вспышку. В общем, такая здесь аллейка. И закрыта, да? То есть туда нельзя пройти. Прекрасно. Очень интересно. Или это для того, чтобы коровы не заходили? Ну, наверное, чтобы коровы не заходили. Ну, там вообще открывается это все? Конечно. Ну, ладно, пойдем. Перешагивать. Перешагнуть? Ну, давай, закрываю. Коровы или козы? Я, правда, не знаю, на самом деле, ходят ли по деревне здесь какие-то животные такого плана. Хотя, наверное, ходят. Тут посажены елочки, сосны. Рябинки. Хотя больше не вижу. Вообще, это называется было торжественное открытие экспозиции танка Т-62. Ага. Экспозиция. Ой, он прям какой-то старенький. То есть, ну, как бы, как это называется, я не знаю. Старенький. Мне кажется, это какая-то очень старая модель. Вот здесь получается сам мемориал павшим воинам от земляков. И вот вчера было открытие, тут даже песочек скопыченный. Мощь. Я, честно, таких не видела, мне кажется, ни разу. Вот обычно такие, как бы, квадратненькие уже. Я, конечно, не разбираюсь. Вот эта вот штука, как это называется, башня, кругленькая она почему-то. А это фонари? Ну да, какие-то фонари. У них еще, это, освещение есть. Тоже особо не разбиралось. Вот, видишь, он у него как-то заглушен, чтобы, видимо, это не разбить. А, ну, возможно, кстати, да. А вот тут, по-моему, тоже. Вот это вот тоже, наверное, фонарики какие-то кругленькие. Своим ходом приехал. Вон, на гусенице грязь. Что, серьезно? Что, реально, у нас грязь. Все, в любой момент соляру заливай, и все, и поехал. Не, ну я, конечно, видела такие видео, когда на подобных, там, постаментах заводили вот эти машины, но так, что прям реально он приехал своим ходом. Не знаю. В общем, здесь облагородят в следующем году. Может быть, травку вот сюда досадят, или наоборот, положат вот эти какие-то бетонные плиты или брусчатку. Ну, реально, он весь какой-то вот, прям как будто бы ехал. Трава вон там. Либо его просто вытащили откуда-то. Но почему не помыли в таком случае? Как интересно, это доставлялось, потому что, ну, он же нелегкий на самом деле. Может, как-то его это тащили. Смотри, это, получается, открывается, да? Это типа, как он называется? Рундук? Ну да, какие-то. А вот тут не закрывается. Здесь вот погнутая. Хотя, может, и закрывается. Интересно. Явно тут сверху кто-то топтался, вот тут следы прям наверху. Ну, лазили, наверное, вчера. Дети. Интересно. Тут вот детская, как это, ну, детская, да. Все школы детские, но, в общем, вот там какая-то общеобразовательная школа. Ёлочки. Смотри-ка, пихта. Пихта? Да. Да. Красота, какая хорошенькая. Я просто смотрю, что какая-то достаточно мохнатая по сравнению с ёлкой. Хотя, вот и ёлки здесь тоже красивые такие. Вот ёлочка, вот пихта. Но, конечно, ёлки колючие, а пихта нет. Больше не вижу. Одна только пихта. Все остальные ёлки и сосны. Здесь кедров тоже нет. Я вот там думала, что кедр, но... Это надо, конечно, подходить, но мне кажется, что это не кедр. А вот ещё одна пихта. Тоже большая. Какая крупненькая. Снизу такая мохнатенькая, а кверху палкой, конечно, вытянулась. Это надо подрезать, чтобы они были более пышными. У нас пихта была на первой нашей даче. Такая хорошая, красивая. Как игрушечная. И мы в лес в этот раз ходили, когда там была маленькая пихта. Точнее, до того, как мы в этот раз ходили в лес. Там, где лавочки были и... Столик. В общем, там раньше была маленькая пихта. И в этот раз мы её долго-долго искали, нашли. Но она почему-то стояла вся такая оранжевая, как будто подгоревшая. Она буквально сантиметров, наверное, 40 от земли или, может быть, 50. Но она такая страшная стояла. Либо болячка какая-то, либо всё-таки подгорела на солнце. Хотя там лес. И в этом месте солнце падает, наверное, только ближе к вечеру на неё. В общем, как-то так. Приехали в соседней деревне. В принципе, времени достаточно много уже. И нам нужно собираться домой. Я вот тут смотрю, что раскидало у нас много чего. По участку. Был очень сильный ветер. И поукатывало. В общем, мои вот эти ограждения. Надо, кстати, вот так вот сделать, наверное. Их собрать в кучу. Вот тоже большое ограждение. Это ограждение из-под одного пиона. И из-под дербенника. Которые вот там у меня находятся. Стих поукатывало. Пораскидало нам вот эти ограждения. Прямо разобрало. Вот я даже не знаю от чего. У меня вот тут вот куски просто раскиданные были. Ограждения. И я вот сейчас... А, вот от того пиона получается. А сейчас я в землю не воткну их. Просто потому, что земля уже дубовая. То есть у нас тут снег лежит. И, соответственно, я здесь ничего не сделала. Ограждение повырывало. Вот это еще как-то почему-то держится. Странно. Видимо, надо убирать просто их и запоминать, что там у меня растет пион. Здесь у меня повалило. Горшочки примерзли с жимолостью. Не знаю, может быть, так и оставить. Посмотрим. Так, наверное, как-нибудь вот так можно было бы оставить. Так, вот. В общем, у нас тут все раскидано. И я вот, если честно, не знаю, что вот это за ограждение зелененькое лежит. Вроде все на месте. Ну-ка, это кто вообще? Это с можжевельника унесло. Я теперь вообще его не найду. Этот можжевельник. Мелкий, которого я обрезала. Там буквально парочка этих была веточек оживых. И вот где теперь он? Я боюсь, что я сейчас еще и затопчу. Так. Где? Блин, хоть руками просто вот нащупывай и пытайся. Во, нашла. Пенечка вот этот. Но мне кажется, он все равно у меня не живой, поэтому не особенно, по-моему, принципиально. Так. Блин. Ай. Руки больно. В общем-то, не факт, что это все дело не вырвет при следующем каком-нибудь ветре. Ну ладно. Вот это ограждение тоже вот наполовину разобрало, кстати. Вот. В общем, ветер, видимо, был очень сильный. Блин. Не входит ничего в землю. Надо снимать. Потому что будет раскидывать каждый раз. И смысла вообще никакого нет. Вот эти ограждения, самое странное, что держатся, на гортензиях. И здесь все, в принципе, остальное хорошо. Валера ходил в теплицу, сказал, что в теплице не вырвало, как в прошлом году у нас вот эти, как они правильно называются, в общем, автоматические открыватели форточек. Что все хорошо с ними. Потому что в первую очередь мы подумали, что, наверное, хана просто опять форточком. Ну, точнее, одной как минимум. Потому что вторая как-то более-менее. Она, видимо, с подветренной, что ли, стороны находится. Вот клубничка наша припорошенная снежком стоит. Вот такая все у нее замечательно. Будет здесь ночевать под снегом. Мы в прошлый раз... А тут и дуванчики цветут. Красота! Прошлые выходные мы здесь немножко пообстригали веток с наших ирги и вот этих вот вишен. Но я думаю, что я полностью буду убирать вот этот куст целиком прямо вот вровень с землей. И подумаю еще над одним. Но это не точно. Вот. Практически облетела вся ирга. И как-то незаметно очень облетела черная смородина, хотел сказать, черная рябина. Вот. Вот она такая. Она как-то в этом году стояла зеленая, потом начала облетать и вот немножечко покраснела. Только сейчас. В общем, какая-то она странная в этом году. Можно, кстати, попробовать одну ягодку. ой, оторвала целую гроздь. Ну, похоже на рябину, прибитую морозом. На самом деле я в детстве пробовала. Наверное, каждый из детей моего года рождения пробовала что-то подобное. И ронетки тоже прибитые морозом. Вкус детства. Пришли сейчас с Олей на огород посмотреть, как тут дела. Я вчера, когда топилась баня, приходил, но уже было темно, с фонариком перевернул бочки, потому что уже вот они начали замерзать. Вот одна уже перевернутая, сейчас вторую тоже вытащу, сюда поставлю, сверху прижму чем-нибудь, чтобы ветром их не сдувало. и так они останутся зимовать. Капусту мы убрали еще, по-моему, в позапрошлый раз. Единственное, что надо листья подсобрать. В общем-то, здесь все хорошо. В общем, на этом ролик будем заканчивать. Спасибо, что досмотрели его до конца. Всем пока! Пока!